Донбасс Реалий Это город Киев, Майданной залежности, где и начинался Евромайдан около года тому назад, а сегодня здесь не активисты общественных организаций и представители политических партий, а бывшие жители Донецка, Луганска и некоторых районов Крыма. Они пришли сюда с одной целью – отменить пропускную систему, которую ввело правительство Украины не так давно, с целью остановки, как считает правительство, террористических актов на территории Украины. Однако, судя по свидетельствам этих людей, жертвами стали не террористы и не боевики группировок ДНР и ЛНР, а обычные граждане Украины. Права жителей зоны АТО 22 июня отстаивали несколько сотен переселенцев и гражданских активистов в самом центре Киева на Майдане. Новый временный порядок пересечения линии разграничения, который должен был упростить передвижение простых украинцев в зоне АТО, на самом деле ограничил и без того урезанные войной права граждан Украины, жителей Донецкой и Луганской областей, говорят организаторы митинга. Во временном порядке ограничили передвижение автобусов и все, кто не имеет транспорта, не имеет средств заплатить перевозчикам, они остаются дома. Второе – это коррупция. Коррупция во всех эшелонах – за пропуск, за проезд без очереди и так далее. Следующая проблема – это долгие ожидания и сложности в подаче документов. В первую очередь общественных активистов возмущает пункт 1 и 6 новых правил, который полностью запрещает автобусное сообщение между оккупированной территорией и другими регионами Украины. Как правило, нужно оплатить взятку. Взятка не маленькая, 900 гривен – это минимум, то, что ты можешь заплатить. Ты можешь приехать, когда тебе позвонят, что она готова, и тебе еще потребуют с себя денег. Я уже не говорю о том, что лекарства и продукты тоже невозможно провести без взятки. С нас берут деньги как в СУ, так и ДНР. Мы просто там на линии между двух огнений. Все. Прелести пропускной системы на себе ощутил в полной мере донецкий журналист Сергей Фурманюк. Несколько месяцев его держали на подвале боевики ДНР. А после освобождения журналист месяц не мог выехать. Оформлял пропуск. Теперь он борется за права тех, кто остался на оккупированной территории. Сейчас мы выступаем за права тех, кто остался там, в этой зоне, кто не имеет возможности выехать. По всяким обстоятельствам. Но являются гражданами Украины. Их не выпускают. Те, которые хотят, их не выпускают. Сепаратисты свободно проникают на территории Украины. Я знаю случаи, что сюда из Министерства обороны приезжают, из их Министерства обороны, здесь решают свои дела, возвращаются назад. И тем не менее, даже среди переселенцев нет единого мнения относительно того, какой же должна быть политика в зоне АТО. Идет война. Безопасность страны превыше всего. Такая точка зрения тоже была популярной. Митинг временами превращался в дискуссионный клуб. И споры были жаркими. Во время войны шастать с той стороны на эту сторону. Нечего через линию фронта. А вот то, значит, что там человек за один день может проехать туда и сюда назад. Нечего. Потому что это война, это линия фронта. Что значит работать? Эти люди могут заниматься шпионажем. Допустим, мы разрешим этим. Да, мое решение. Блокада не зрада. Зрада – это торговля с оккупантами. Да, торговля с оккупантами. Это зрада. А что делать с людьми, скажите? Сторонники ужесточения порядка пропуска часто забывают о том, что заложниками системы стали и жители так называемой «серой зоны», которые оказались между блокпостами воюющих сторон в двойной блокаде. Получается, государство отказывается от своих граждан? И не являются ли сепаратистами и те политики, что предлагают Украине отказаться от Донбасса? Сейчас просто Донбасс вытесняют из Украины. То есть люди сейчас там находятся без денег. Если им перекроют возможность каким-то образом получать помощь из Украины, ну, вы сами понимаете, вы ожидаете, что эти люди полюбят Украину? Очень сомнительно. Сейчас идет вытеснение украинских денег, украинских продуктов. Я хочу, чтобы моя родина осталась в Украине. А сейчас переместимся из самого центра столицы в село Сиза. Это станично-луганский район Луганской области. Данный населенный пункт находится на самой границе с Российской Федерацией, и его жители стали заложниками вооруженного конфликта на востоке Украины. Что и как там происходит, разбирались журналисты радио «Свобода» на месте. Село Сиза и станично-луганского района находится в двух километрах от условной границы с так называемой ЛНР. Неконтролируемая территория начинается прямо за огородами местных жителей. Вот они ездят по этой дороге, едут туда, потом они по елке проходят и пошли туда. К постоянным обстрелам жители Сизова привыкли. Каждый день снаряды здесь летают прямо над головами. Дни пять назад, да, хорошо стреляют с той стороны, блин, там и горело, вчера там горело в этом, на Синявке, ну мы ее так называем, там Донец, Синявкой называем. Да, а так ночью слышно выстрелы, ну уже попривыкали люди, уже не боятся. Так если бомбанет, чтобы не мучиться один раз и все. А я говорю, это Таня, говорю, аккуратненько, если что, в подвал бежим. Она говорит, да мам, не бойся, говорит. Так что она уже привыкла. Обидно, конечно, страшно. Тем более она здесь на всю деревню, один ребенок, а выехать не можем, ни денег, ничего нет. У каждого из жителей Сизова свои страхи. Кто-то боится украинских военных, кто-то – прихода боевиков, так называемый ЛНР. А отец Тани, Михаил, больше всего переживает за жизнь дочери. Как начали бабахкать, вот это сюда, и мамка вышла в калидор, и оно как упало вот тут. Мы загорали, и говорю, мать, ты что? И она в калидор, и мы в хате были. Я думал, снесется, и говорю, мать. Вот тут заховались под кровать, позалазили все. Танюху еле вытянул потом назад, туда запихнул. Танюху еле вытянул. Вот это было страшно. Трехмесячный Миша Демидов – самый маленький житель Сизова. От обстрелов семья переходит из дома в дом, прячутся в опустевших домах, где есть подвалы. Идут в тот конец села, где меньше стреляют. Так же проходила и беременность девушки. Когда он пахает, через хату летает, это не страшно. У нее плохо было, тяжело, тщательно болеет. Беременные с рану подвал текало, с золотом сидели, даже спальня подвала. Демидовы – безработные. С началом войны трудиться на селе стало негде. Глава семьи признается, что устал сидеть на шее пенсионеров-родителей. За тещину пенсию, за детские. Бабушка с матерью тоже пенсию получает, помогает. Ну и все вроде бы. Андрею, соседу Демидовых, зимой все же удавалось зарабатывать. В поселке Нетгаза пенсионеры часто просили нарубить дров. Брался за любую работу. С приходом лета исчезли и заработки. А сейчас так вообще тишина насчет заработка. Если попадешься даже за эти 50 гривен уже, бежишь уже, даже хоть и целый день работать нажарел. Чтобы хоть как-то выжить, жители Сизова сажают огороды. Однако вовремя поливать их из-за обстрелов удается не всегда. Там картошка. Кауны посадил, кабачки посадил. Что можно закрыть на зиму, чтобы было. Каши сварил. И уже с помидором, с огурцом. И вон он, видите, дымится уже опять. Александр Одинцов, житель Сизова, отчаянно пытается настроить радио на прием украинских каналов. Однако все впустую. Украинского радио и телевидения в поселке нет. А телевидения нет. Сейчас идет российский канал. А что-то новости пришлось знать правду. Хоть двух сторон. Не разберешься. Большинство жителей Сизова – старики. Пенсию выдают вовремя. Однако тратить ее негде. В селе нет магазина. Хлеб сюда доставляют дважды в неделю. Я говорю, старики, вот живем. Ну кого мы, кому плохое сделали. Чего с нами воевать, я не пойму этого. В селе Сизая на сегодня осталось жить всего 14 человек. Виктория Ковалева, Петр Ковалев для «Донбасс Реалии». Радио «Свобода». Именно простые жители, заложники сепаратистов, приняли на себя удар пропускной системы. Оккупированная зона превратилась в двойную ловушку, выход из которой для многих стал возможным лишь с помощью взяток и тайных троп. Виктория Ковалев для «Донбасс Реалии» И все же, как так вышло, что Совет нацбезопасности и СБУ приняли новый порядок пересечения именно в такой, очень жесткой редакции? Ответа нет даже у правозащитников, которым силовики формально должны были прислушиваться при разработке этого документа. В первую очередь важно сказать, что рабочая группа, наверное, сейчас уже можно сказать о том, что она была чистой формальностью, прикрытием общественности. Поскольку, например, пункт, которым больше всего вызвал возмущение, это транспортная блокада для обычных людей, даже не обсуждался на рабочей группе. И уже постфактум, после опубликования, люди из рабочей группы пришли и сказали, почему так вышло. Им сказали, что мы не обязаны с вами обсуждать. По словам людей из СБУ, это была личная просьба от президента. Было ли это так действительно, мы сейчас не можем. Система, возможно, необходима, но ее нужно упростить для простых людей. Ужесточать контроль нужно в первую очередь на тех участках, где незаконный трафик идет в промышленных объемах, уверены участники акции. Я не знаю, что это происходит, но я не могу поездить, но я их требую. Я понимаю, сама система, она может и потрепить, но спустите, и пробить ее для людей. Почему люди не могут проехать, а товары, которые не понимают, это товары, которые не понимают. В конце митинга участники записали коллективное видеообращение к президенту Украины. В нем говорится, отношение к жителям оккупированной территории, которых власть все же признала пленными и заложниками, это индикатор того, как государство относится ко всем своим гражданам. Мы вместе! Вместе сила! Для нас это Украина! Вооруженный конфликт на востоке Украины поставил перед гражданами Украины, перед нами массу вопросов. Один из самых главных – это соблюдение прав человека. Зависит ли, где находится гражданин Украины – в оккупированной территории или на освобожденной? И можно ли отменять часть прав или все права этого человека? Ответы на эти и другие вопросы мы постоянно ищем в программе «Донбасс Реалии» каждый вторник и четверг на сайте «Радио Свобода». Адрес сейчас у вас на экранах. Если вы хотите стать героем наших программ, рассказать о ваших проблемах и о том, как вы решаете их, сталкиваясь с ними в ежедневной практике, пишите нам на электронную почту, ни одно письмо не останется без ответа.